Привет, Днепряня! Приветствую всех болельщиков футбольного клуба Днепр в эфире программы «По ту сторону поля». И уже по традиции без долгих прелюдий рассказываем и показываем о всех ключевых событиях последних дней и жизни команды и болельщиков Днепра. Ну а в самом начале о кубковом противостоянии в Луцке, где на этот раз сыграли без сюрпризов и с уверенным запасом прочности. Выездной репортаж программы с матча 1-4 финала Кубка. Ну что ж, друзья, программа «По ту сторону поля» снова в Луцке. На этот раз Днепряне встретятся с местной волыней уже в соревновании Кубка Украины. Надеемся, отличная погода и подросшая травка на стадионе «Авангард» помогут сегодня днепрянам пробиться в 1-2 финала Кубка Украины. Наше путешествие продолжается возле гостиницы «Украина», где сейчас днепряне проведут установку и отправятся на стадион «Авангард», где будут развиваться основные события в матче. Оставайтесь с нами о всех событиях футбольного клуба «Днепр» на Западной Украине в репортаже программы «По ту сторону поля». Субтитры добавил DimaTorzok Как сложится матч против «Лучан» на этот раз, не мог предугадать никто. Волынь всегда непредсказуема, особенно против команды из Днепропетровска. Конечно, волнение присутствует, но все же в этот раз хотелось бы без сюрпризов. По пыхах вместо такси впрыгиваем в машину сопровождения и с криками «Шеф гони на «Авангард»» включаем камеру. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Переживание делегаций гостей по состоянию газона подтвердилось и в этот раз. Несмотря на солнце и продувающий ветер, поле было сырым и тяжелым. Но все же не таким печальным, как в матче чемпионата. Играть можно, побеждать необходимо. Первые же минуты матча показали, что это будет совсем другая игра, в отличие от игры в чемпионате. Приходит с себя Матеус, вышел в старте Коноплянка и именно благодаря в основном их действиям не провладел преимуществом на старте игры. Как только гости обрисовали свое преимущество, очередная неприятность в обороне. Он же и Мазух был вынужден покинуть поле. И пусть он же и находится далеко не в лучшей форме, все же эта потеря, учитывая кадровый дефицит на перспективу, очень существенна. И все же гости продолжили диктовать свои условия на поле. Через несколько минут выводят на удар Шахова и Евгений в этот раз забивает, как пробить правильно. Жаль, ведь позиция была весьма добротная. Пытался обострить игру на втором этаже Зазуля и снова выстрел оказался холостым. Днепр основательно прижимал хозяев и забитый мяч был только лишь вопросом времени. Волыня оборонялась как могла и все же первую пробоину в первом тайме лучане от Днепра получили. В суматохе очередной атаки в конце концов мяч ворота Волыни забивает Сергей Кравченко. 1-0 и гостевой во всей красе. Немного дышавших через несколько минут Кравченко еще раз опасно пробивает штрафной. Но Зазуля и Шахов на добивании вновь были неточны. Первый тайм. 0-1. В начале второй половины Волынь попыталась отыграться и уже защитникам Днепра пришлось приложить максимум усилий, чтобы отстоять ворота Сухины. Но к счастью порыв хозяев был недолгим и гости вновь принялись искать счастье у ворот Волыни. Были моменты, когда мяч каким-то чудом не влетал в сетку. Фортуна и слабая реализация создаваемых моментов продолжали сохранять на табло скользкий перевес в пользу гостей. Под конец матча хозяева оголяет оборону заменами и уже Рамон впереди не дает покоя лашту в кей компании. Но на этот раз надежно и без ошибок. Воспользовавшись поредевшей обороной Волыни, Днепря не вновь загружили на подходах к штрафной. И в очередной раз Фортуна играет за хозяев. Минут за 20 до конца игры Стринич приводит всех своих и чужих в шок и недоумение. И слава тому, кто выше всех, что Рамон простил за ошибку защитника Днепра. Концовка матча прошла в обоюдно острой и тяжелой борьбе. И если моменты ротанья и сотоварищей это очередное невезение, то за блиставшей надежностью и мышлением Дуглас играл за себя из этого парня. Эх, не сглазить бы его. Просто умница. Также отлично выглядел не первый матч Кравченко. Сергей в этом матче был активен и полезен для команды. А его пас в концовке на Матеуса привел ко второму голу в ворота Волыни. 0-2. Все свободны и всем спасибо. Днепр в полуфинале Кубка страны и согласитесь, это не только греет душу, но и обнадеживает. Впереди полуфинал и вояж в Одессу. Но об этом поговорим ближе к матчу. А пока, вернувшись из дальней поездки и не успев как следует прийти в себя, вновь попадаем в калейдоскоп событий. Как говорят умные люди, шаровому пыжику на цвет и на марку не смотрят. Главное, что быстро и с комфортом. Ну что ж, отправляемся на тренировочную базу Академии футбольного клуба Днепр, где уже вовсю трудится вечно юный, вечно перспективный Игорь Кочеренко. Поехали. Уже становится приятной традицией посещение программы «По ту сторону поля» матча Академии футбольного клуба Днепр. На сей раз наша съемочная группа побывала на базе Академии футбольного клуба Днепр, где на выходных выяснили отношения представителей двух возрастных групп Днепра и Донецкого металлурга. Первыми на поле базы Академии Днепра вышли команды Ю-16. К отчетному поединку можно было смело применить штамм битвы за 6 очков. Обе команды к 11-му туру набрали по 15 очков. И даже в графе побед, ничьих и поражений Днепр и металлург имели одинаковые показатели. Традиционно поддержать юных Академика Днепра пришли на сектора стадиона их сверстники из фан-движения. И то, что присутствие юных фанов подстегивает футболистов к наибольшей самоотдаче, наверное, вряд ли кто-то сможет аргументированно оспорить. Поддержка важна и нужна для всех возрастов всегда и везде. Со стартового свистка арбитра хозяева полностью завладели инициативой, демонстрируя довольно взрослый футбол. Обменявшись неточными ударами в начале игры, Днепр и они активно принялись создавать моменты у ворот металлургов. Под конец тайма металлургу удалось выровнять игру и даже открыть счет. Второй тайм начался с атак металлурга. Дважды после опасных ударов спасал свою команду голкипер Днепра Шудько. Постепенно наши ребята выровняли игру и принялись отыгрываться. Удалось это сделать вышедшему на замену Бахчеванджи, который замкнул подачу с правого фланга Цибина 1-1. В оставшееся до конца поединка время со стороны обеих команд было много борьбы. Ни Днепр, ни металлург не желали терять очки, но до конца поединка счет остался неизменным. Сразу по окончании этого поединка выяснять отношения принялись младшие на два года футболисты из команды Ю-14. В отличие от старших ребят в этом поединке явным фаворитом выглядел металлург, шедший к этому матчу на второй позиции. Однако вопреки всем предматчевым раскладам, безоговорочным лидером на поле выглядел Днепр. Уже на исходе первой десяти минутки сини-белоголубые должны были дважды поражать ворота гостей. Но сначала Хучбаров не реализовал выход 1-1, а потом Сабрин умудрился промахнуться по пустым воротам, обыграв вратаря. Добиться своего хозяевам удалось под конец первой половины тайма. Неразбериха в страхном площадке металлурга завершилась тем, что мяч отлетел к Патиховскому, который парашютиком послал его за шеврот колкиперу гостей. 1-0. Вскульский счет наверняка посчитал лучший бомбардир Днепра Камил Хучбаров и еще дважды в конце первого тайма поразил ворота гостей, доведя свой бомбардирский счет до восьми забитых мячей в 11 играх. Во второй половине встречи днепряне продолжали атаковать и спокойно довели дело до логической победы. 3-0. Мы, как всегда, довели соперника. У нас, в принципе, игра складывалась более-менее. Пропустили обидный гол в раздевалку, не резали свое в первом тайме, в конце, не развали в начале второго тайма. Потом хорошо забили, слава богу, вышли, отработали, все молодцы. Забили командный гол, безусловно, командный гол. Дальше просто чуть-чуть не додавили. Ну, а так, в общем, игра хорошая, тренера довольны. И мы как бы довольны, мы настраиваемся на следующий матч. У нас Олимпик, все, мы забыли уже об этом матче. Не хватило нам чуть-чуть физики доработать. Ну, и поджать. Мы свалились на длину, это не наша игра, как бы. Мы у нас все время мяч в лесу, но не хватило, наверное, нам физики, больше состояния физического. Поэтому мы работаем от тренировки к тренировке, от игры к игре. И наша работа, еще раз говорю, воспитывать хороших футболистов и готовить для нашей основной команды и команды Дмитрия. Я считаю, что мы удачно и хорошо начали этот второй круг. Я считаю, что во втором круге мы будем намного лучше выйти, чем первая. Я хотел бы сказать спасибо нашим «Ультрас», которые поддерживали команду сегодня и в предыдущих играх. И эта поддержка очень чувствуется, она очень нужна и она очень помогает. Спасибо огромное. Бескомпромиссный, боевой и не по-детски взрослый футбол продемонстрировали сегодня команды на полях Академии футбольного клуба «Днепр». Но мы перемещаемся в Новомосковск на игру дублирующих составов Днепра и Донецкого «Шахтера». Пока основная команда Днепра готовилась к крайне важному поединку против Донецкого «Шахтера», дублирующие составы Днепрян и Горняков искали сильнейшего на новомосковском «Металлурге». Многообещающая вывеска под названием «Днепр Шахтер» не обманула ожиданиям многочисленной публики, заполнившей трибуны новомосковского «Металлурга», и уже с первых минут заставила болельщиков пристально следить за событиями на поле. А посмотреть было на что. Сперва Горняки, ведомые новым наставником Геннадием Орбу, не сумели извлечь выгоду из неплохо поданного главого, после чего пришлось вступить в игру Баштаненко. Днепряне ответили не сильными ударами Бахашвили и Евгения Пасича, но уже по истечении первой 15 минутки «Страж ворот Шахтера» вынимал мяч из сетки. Активный Бахашвили бросил прорыв Близниченко. Андрей на скорости ворвался в штрафную и отправил мяч мимо голкипера. 1-0. Через несколько минут хозяева едва не заставили болельщиков вновь скинуть руки вверх, празднуя гол. Однако на этот раз все тот же Близниченко не сумел замкнуть хитрую передачу Бахашвили, и момент был упущен. Вторая половина первого тайма отметилась небольшим территориальным преимуществом «Шахтера», но создать что-то опасное у ворот Баштаненко оранжево-черным не удалось. Дебют второго тайма активнее начали гости, но, как и в первой половине встречи, попытки Горняков сравнять счет не увенчались успехом. Доходя до ворот Днепра, гости терялись. В целом, четверть часа игры новомосковские болельщики откровенно скучали. Хоть как-то развить скуку удалось двум выбежавшим на поле четверолапан. Видимо, поняв, что шансов поиграть в футбол у них немного, лучшие друзья человека без посторонней помощи скороспешно покинули стадион, в то время как подопечник Дмитрий Михаленко продолжали атаковать гостей преимущественно через фланги. Искали адресата в штрафной площадке Близниченко и появившийся на поле во втором тайме Чичеленко. Пытался извлечь выгоду из стандартов Бахашвили. Стоит отметить, что доигрывать поединок юным Днепрянам пришлось в меньшинстве из-за удаления Матуку, заработавшего две желтые карточки. Концок встречи проходила на встречных курсах, но без остроты. Из опасных моментов последней десяти минутки можно вспомнить разве что промах портар до шахтера Кулача, не дотянувшегося до мяча после флангового прострела. Разогнавшись сахарных болельщиков на Московский ливень, лишил большинства из них возможности поблагодарить дублеров за открытый бой и победу над принципиальным противником. Днепр добывает заслуженную победу и кладет в свою копилку очередные три очка. С победой весь Днепропетровск, конечно, игра была тяжелая, судья что-то на самом деле сплавил. Характер проявили, победа. Наконец-то мы обыграли шахтера, потому что были близки к этому, но не получалось. Поэтому, конечно, мы довольны и тем, как прошла игра, и довольны своим выступлением сегодня. Особенно хочется отметить, что проявили характер в десятером, играли довольно длительный отрезок времени и сумели опять удержать победный счет. Побывать на трех играх за один субботний день даже для футбольного гурмана задача не из легких. Но мы справились, и я думаю, что все увиденное вами, как минимум эстетически смотрелось с хорошим настроением. Юные академики растут и верим, что скоро себя проявят. А дублеры подарили победу в принципиальном бою на Московске. Но весь Днепропетровск, впрочем, как и вся футбольная Украина, жил ожиданием главного события недели. В Днепропетровск приезжает шахтер. Перед такими матчами работа у самых преданных болельщиков кипит задолго до стартового свистка. Разделившись на тех, кто будет феерить на секторах и тех, кто приведет в порядок прилегающие к стадиону территории, молодые и старые, вне зависимости от должностей и регалий, кто как мог делать все, чтобы этот матч встретить достойно. Без лишних разговоров и суеты болельщики Днепра, проявив инициативу, вышли на бульвар Кучеревского с самого утра воскресенья. Цель благородная напрашивалась уже давно – превратить серость в цвета родной команды. Кто хочет поработать? Оставив место под графики, мозолище и глаза долгостроя забор превратили в 400-метровое полотно в близкие каждому болельщику цвета клуба. В городе еще много серых и заброшенных мест, чтобы сделать что-то подобное во славу клуба. Ну что, друзья, кто еще хочет поработать? Кто хочет поработать? Я! Ко всему виденному остается добавить, что пока в городе есть инициатива и искренняя любовь к команде, ее цветам и традициям, в Днепропетровске будут продолжаться настоящие футбольные праздники. И чем больше людей станут понимать, что футбол и преданность команде Днепр в частности – это не только купленный билет на табуретку, а важная составляющая часть жизни болельщика, тем сильнее станет сам клуб, сильнее будем мы с вами. В воскресный матч готовили сотни людей, кто мог приезжал и красил, кто не остался равнодушным – помогал финансово. И в итоге о матче Днепр-Шахтер говорит вся Украина. Днепр-Шахтер – большой футбол в Днепропетровске, глазами программы «По ту сторону поля». Ставали! И где мы, где мы, всегда с тобой мы? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В сторону болячков. Атака очень хорошо даже отношусь. Хотели, конечно, выиграть, но Шахтер очень сильный соперник. Результат такой, какой есть. Свидом, мы удали им, скажем так, мяч и пограли на контратаку. Шахтер любит это дело, скажем, больше с мячом контролировать. И мы десь ждали своего шанса. Были шансы, непоганые моменты. Сережа Кравченко был в момент, не попал в дальний. Так само Дениса Колокова. Ну, ничего, это футбол, в принципе. Такая игра была, думаю, цикла, как для нас и для всех. Скуда, что не выиграли. Ну, хороший соперник, достойный один одного. Закономерный ничьяк. Артем, после игры в Одессе Виннис Селезнев сказал, что ему очень понравилась атмосфера на трибунах. Фаеры, то есть он это приветствует. Вот сегодня в Днепропетровске было очень ярко, как команда. Супер. Дякую всем таким фанатам нашим за такую поддержку. И за это шоу, что они для нас створили. То есть, я думаю, и нам понравилось, и болевальникам, всем присутствуем в стадионе. Молосим, величезный уклин. И, то есть, на майбутнє, знаю, что нас добре підтримують. Мы будем заради них вмирати на поле, играти до останнього вздоха, або, скажем так, наши фанаты залишались задовольны нашою грою. Дуглас, как тебе сегодня наши болельщики? Фанат, хорошо. Таким мы увидели футбольный и околофутбольный Днепропетровск воскресенье. Горячий в чисто футбольном плане и сверхэмоциональный до и после битвы с шахтером. Его величество футбол правил бал благодаря активным болельщикам, фанатам и, естественно, командам на поле. Хочется, чтобы таких дней было как можно больше в жизни настоящих и преданных болельщиков. Но на сегодня это все, о чем я смог или успел рассказать вам в этом выпуске. Впереди выезд в Киев на игру с Динамо, а это означает, что снова будет жарко. Эмоции и адреналин зашкаливают. Все, у кого есть возможность, поддержим парней в Киеве. Мы с вами Днепряне. А Днепр всегда и везде звучит гордо. Держимся вместе. Вместе, вместе выстои. Победа близко, мы чуем ее издали. Твоего визави. Песня до бета. Только Днепр, только победа.